всем привет меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть мы с вами продолжаем марафон похудения и сегодня с вами приготовим еще одно вкусное простое меню которое отлично подходит для тех кто снижает свой вес и просто любит здоровое и вкусное питание начинаем готовить конечно же завтрака приготовление завтрака мы начинаем весьма необычно нарезаем с вами лук луковица нам потребуется 1 луковицу я нарезаю самым мелким кубиком нарезанный лук отправляю в разогретое на сковороде масло и оставляю пассероваться три хорошеньких мелких морковки натираю на самой мелкой терке к луку добавляем морковку и да мы с вами по-прежнему готовим завтрак но правда завтраки с овощами получаются очень вкусными и сытными так что продолжаем готовить наш завтрак еще у меня два красивых сладких перца нарезаю перец сначала тонкой соломкой а затем нарезаем мелким мелким кубиком это я делаю для того чтобы овощи готовились быстрее кубики перца также отправляем сковороду перемешиваем еще я сейчас перчу для того чтобы наш завтрак был ароматным и оставляю пассероваться овощи на 5 минут овощи выглядят просто отлично самое время посолить по вкусу и я добавляю на две порции завтрака 250 миллилитров воды накрываю крышкой и прибавляю огонь до самого большого для того чтобы вода а по сути уже овощной бульон закипел бульон закипает почти моментально открываю крышку на две порции 120 граммов кускуса по 60 грамм на порцию все перемешиваю для того чтобы кускус впитывал влагу равномерно отлично овощи мы уже присолили и поперчили требуется накрыть крышкой и на самом медленном огне оставить томиться на три минуты на тарелочке наш завтрак встречает уже кусочек сыра сыр у меня гауда самой обычной жирности 40 или 45 процентов и я добавляю наш вкусный завтрак он получается сытным и благодаря такому завтраку мы получим достаточное количество клетчатки а это очень важно для нашего пищеварения и отличного самочувствия давайте узнаем вес моей порции завтрак с кускусом и овощами с кусочком сыра весит 310 граммов приятного аппетита время приготовить обед сегодня я с вами поделюсь мега быстрым рецептом это наверно один из самых быстрых рецептов моем арсенале он выручает тогда когда нужен быстрый обед ну или иногда у всех у нас бывает настроение ленивые хочется ну действительно и нужно приготовить суп а настроение готовить что-то долго нет мы с вами будем готовить суп с гречкой вкусный простой и очень быстрый об этом я уже сказала несколько раз начинаем для супа нам понадобится 2 морковки морковку я нарезаю колечками супчик у нас быстрый поэтому кастрюлю у меня уже на огне как вы видите там уже у меня есть луковица которую после готовности я выловлю отправляем туда наши две морковки которые нарезали колечками и еще я загружаю сразу 250 граммов заранее промытой гречки пока вода закипит ждать совсем не нужно все готовится отлично и так накрываю крышкой и после закипания готовлю на среднем огне для супа нам понадобится 2 куриные грудки у меня они общим весом 600 граммов вы можете взять чуть меньше чуть больше и я нарезаю грудку кусочками около 2-3 сантиметров гречка варилась то есть суп с гречкой варился 10 минут филе пора отправить в кастрюлю делаем естественно это аккуратно и сейчас я оставляю суп вариться еще на 10 минут на среднем огне за это время как раз и филе приготовиться и супчик дойдет до готовности накрываю крышку и ждут 10 минут 10 минут прошло суп почти готов остается его присолить по вкусу все перемешать и можно уже подавать наливаем суп в тарелку суп получается густым сытным благодаря тому что мы добавили и гречку и куриную грудку не нужна ни картошка не фасоль ничего этого я не добавляю это упрощает готовку потому что быстро чистим лук морковку режем филе промываем гречку и вот наш вкусный полезный красивый гречневый суп готов вес моей порции гречневого супа 479 граммов обед мы с вами приготовили самое время подумать о ужине мы будем использовать самые простые ингредиенты лук опять лук куриное филе или у меня сегодня это бедрышки и голени и еще рис но если ко всему этому добавить карри у нас получится восхитительная курица карри которая наполнит ваш дом согревающим ароматом начинаем готовить нам понадобится 6 луковиц их я нарезаю тонкими полукольцами на сковородку я уже налила две столовые ложки растительного масла и хорошенько его разогрела теперь добавляю туда вот так много лука это одна из важнейших составляющих вкусного карри теперь на самом среднем огне оставляю лук пассероваться лук уже отлично выглядит самое время добавить перец ну и конечно же не скупиться на приправу карри добавляем ее щедро естественно вы добавляете на ваш вкус для меня обязательно должен быть сильный аромат все станет желтым и невероятно вкусным это одно из моих любимых осенних и зимних блюд отправляю кусочки курицы прямо к луку в сковороду и конечно же добавляю еще немного карри все просто отлично теперь я готовлю на среднем огне и сейчас наша с вами задача все перемешать для того чтобы курица у нас с вами немного схватилась накрываю крышкой и оставляю томиться на среднем огне на 5-7 минут 5 минут прошло за это время я уже успела перевернуть курицу самое время хорошенечко посолить делаем это конечно же по вкусу далее наливаю литр 200 воды накрываю крышкой еще раз прибавляю огонь до максимального для того чтобы карри закипела наш карри закипел снимаю крышку добавляю рис риса у меня полкило рис глиннозерный я его заранее промыла и замочила в теплой воде так рис получается самым вкусным попробуйте если не делали так ранее распределяю с помощью лопатки и еще раз накрываю крышкой готовлю на среднем огне приблизительно 15 минут до готовности риса только посмотрите какая красота и вкуснота у нас с вами получилось у меня приготовление риса заняло 18 минут они 15 вы ориентируйтесь на то как готовится ваш рис потому что крупа у всех готовится по-разному время немножко отличается теперь достаем наш кусочек вкуснейший нежнейший ароматные курочки и отправляю его на тарелку обожаю это сочетание много сочного вкусного лука соуса карри и конечно за что я еще люблю это блюдо за то что она готовится просто и как всегда мы с вами не пачкаем лишнюю посуду готовим в одной сковороде вес моей порции курицы карри с рисом 344 грамма приятного аппетита еще у нас сегодня по меню салат из квашеной капусты но так случилось что квашеную капусту даже если мне любят все ее просто съели поэтому для того чтобы вы выбрали вот здесь появится ссылка на целый плейлист салаты там есть абсолютно разные варианты вы сможете найти то что вам понравится и естественно подойдет под те продукты которые именно у вас находятся в холодильнике так что выбирайте и обязательно не забывайте добавлять салат или другой овощной блюдо к вашему ужину это очень важно на самом деле это очень вкусно если вам нравятся такие видео если они вам помогают оцените пожалуйста нашу работу поставьте лайк это очень приятно если до сих пор не подписались ну конечно сделайте это присоединяйтесь к нашему позитивному сообществу мы вам очень рады с вами была мария мироневич я желаю всем любви добра и берегите себя